Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня буду готовить рисовый пудинг. Готовлю это блюдо я не первый раз уже, и поэтому с чистой совестью могу его порекомендовать. Потому что получается не просто пудинг, это получается какое-то воздушное, кремовое пирожное. Я думаю, что оно понравится не только детям, но и взрослым. Если вам интересно, как оно готовится, оставайтесь со мной, будем готовить вместе. На 1 стакан молока нам необходимо будет взять 60 грамм круглого риса, 25 грамм сливочного масла, 20 грамм изюма, 2 яйца и 1 столовая ложка сахара. Вся информация по этому рецепту будет оставлена в инфобоксе. Также хочу отметить, что все ингредиенты я буду брать в 2 раза. Поэтому в конце видео вы увидите, какое количество получится. Первое, что нам необходимо сделать, растопить сливочное масло. И обжарить в нем рис. Я забыла сказать, что рис должен быть круглозерновым или дробленым лучше. Если кому-то интересно, то 60 грамм риса это 4 столовые ложки. Как я уже и сказала, что я беру в 2 раза ингредиенты. И теперь рис необходимо обжарить в сливочном масле до золотистого цвета. У меня стакан на пол-литра, поэтому здесь 2 раза по 250. Варим рис до готовности. И пока он варится, зальем кипятком изюм. Рис готов. Я его выключаю. Теперь нужно отделить желтки от белков. Аккуратно. Белки убираем в холодильник и займемся желтками. Желтки взбиваем с сахаром до белой пены. Рис еще не успел остыть, поэтому аккуратно вводим желтки. Добавляем отжатый изюм. Убираем покатыв в сторонку и начинаем взбивать белки. Белки взбиты, теперь нужно их аккуратно ввести. И убираем в духовку, разогретую на 170 градусов на 20-30 минут, пока не подзолотится корочка. Ну вот и все, пудинг готов. Он простоял у меня в духовке 25 минут. Его можно подавать как в горячем виде, так и в холодном. На мой вкус, мне он больше нравится в холодном виде. Надеюсь, что вам этот рецепт понравится и пригодится. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем большое спасибо. До свидания и до скорой встречи.